Динозавров, более древних животных, мамонтов, аммонитов и все такое. Мы точно знаем, что их можно нарисовать фломастерами на бумаге. Ну, наверное, их можно слепить из пластилина или из глины, или из природного материала. Что еще, что еще, еще, что? В общем, как еще можно изобразить древних животных? Да, в общем, примерно так же, как и современных, и примерно так же, как, в принципе, нашу современную действительность. Ну, а где у нас всякие изображения и скульптуры? В Пермской художественной галерее. Сегодня мы знаем, что маленькие наши нынешние маленькие симпатичные птички это прямые потомки маленьких хищных динозавров из семейства дремиазаврелей. В общем, родственники этих самых галуцерапторов, динонихов, которые есть у нас в музее. Но это мы сегодня знаем, после современных находок. А, например, в 17 веке, вот, голландскому живописцу это было совершенно неочевидно. Тем не менее, в галерею вы как раз можете посмотреть на пернатых динозавров в исполнении голландских живописцев 17 века. Вот, картина «Птичий львов». И вы здесь можете как раз увидеть большое разнообразие этих самых перьев, перьевых покровов, которые вполне возможно были и динозавров. Так что вы вполне можете нарисовать галуцераптора черным, с красной кожей вокруг глаз. Можете нарисовать его белым с бородкой. Или вот, как вот этот гусь изогнувшим шею. Как видите, современные птицы очень даже разнообразны. Ну и, соответственно, их изображение тоже бывает очень разным. И да, почему бы вам не изобразить динозавров в стиле голландских художников 17 века. Ну, а как все это делается, вот как раз можно узнать в мастерской. И вот мы попали в святая святых галереи, в детскую мастерскую. Именно здесь вообще всякие таинственные штуки, кисточки, краски. При том, краски какие-то разные. Я, честно говоря, даже не могу разобрать, где что, в какой банке. Но наверняка в этом разбираются те, кто здесь работает, если кто здесь занимается. Да, можно не только в галерею, можно прийти не только за тем, чтобы посмотреть на картину, но и за тем, чтобы нарисовать свою. И не обязательно точно так же, а вполне себе можно и более творчески. Но об этом все нам как раз расскажет Ксения. Получается, здесь у нас есть целая художественная студия, где детей учат. А вообще, прям совсем-совсем детей? Или можно постарше? Совсем-совсем. Ну, вообще, в галереи мы начинаем работать с годовалыми ребятками. Но занятия для самых маленьких, они скорее про первое привыкание к художественному музею, про первое знакомство с подлинниками. И там в основном это игра. Игра, танцы, песни и так далее. А уже если говорить про разные художественные практики, то мы ждем ребяток с трех лет. И здесь мы уже действительно начинаем их знакомить с разными художественными материалами, с разными видами творчества. И, ну, наверное, самая основная специфика и особенность наших занятий, что мы это делаем не только в пространстве мастерской, но и в самих залах музея. И мы каждое занятие обустраиваем так, чтобы у ребенка была возможность соприкоснуться с подлинником. И сначала посмотреть на то, как работали мастера и художники прошлого, а потом уже самостоятельно под руководством педагогов создать какой-то свой объект, свой художественный рисунок. Ну, я помню, мы когда работали в детских садах, про Трагантерева слона рассказывали, я помню, что детям в четыре года уже вполне реально объяснить, как работает эволюция. Ну, наверное, в четыре года уже можно и объяснить, кто такой Рембрандт, или еще не очень? Ну, наверное, может быть, кто-то не согласится, но мне кажется, не так важно ребенку в четыре года узнать, кто такой Рембрандт, а кто такой Вазовский. То есть мы совсем маленьким детям не столько говорим про конкретных художников, сколько про разнообразие искусства, да, что есть разные виды, что живопись, она тоже бывает разная, про то, что изображать там реальность или фантазии можно по-разному, разными материалами, и это одинаково может быть интересно. И динозавров можно по-разному. Да, и динозавров можно по-разному, и тем более же их никто не видел, и нельзя проверить. А еще можно нарисовать лупки с динозаврами. Да, и можно вообще любую тему развить на самом деле в любом художественном стиле, и сделать это либо реалистично и достоверно, и устремиться как-то обратить внимание на детали, а можно фантазировать и придумывать, как это, например, делали художники авангарда в начале 20 века. Клево. Авангардные динозавры и авангардные звероящеры нас точно ждут. Да, Куба-динозавров. Куба-паразавров. Круто. Я помню, что как раз мы говорили только что, что вот у вас еще тут Алиса занималась. Она одна из финалисток прошлых лет на детской палеонтологической конференции в творческой секции. Да, абсолютно. Ей было всего 6 лет, но я просто помню, я была там как раз в жюри, я помню, как меня поразило в самое сердце Алисозавры. Это вот книга о вымышленных динозаврах, и реально вот это ощущение, что эти Алисозавры где-то живут, где-то рычат, выводят потомство. Ребенок каким-то своим фантастическим внутренним взором вот их увидел, и как смог нарисовал реально как будто настоящих живых существ, но вот явно же зафантазированных. А Алиса, получается, Зубакина здесь вот прям у вас занималась. Ну, Алиса, конечно, да, она музейный ребенок, как и все, наверное, дети сотрудников музеев, она много находится в музее, и да, она уже с трех лет посещала разные наши художественные студии, и, наверное, это тоже сыграло свою роль в том, какую работу она представила, вот это книгу Алисозавры, потому что, ну, для ребенка незнакомого с искусством книги и с разными художественными техниками сложно вообще прийти к пониманию, что такую вещь можно сделать самостоятельно. Ну, кстати, да, то, что некоторые вещи можно сделать самостоятельно, это прям настоящий культурный шок бывает. Я помню, как я в свое время была шокирована, узнав, что, оказывается, компьютерные игры делают люди, и что можно даже делать свою когда-то. Вот, а тут, значит, можно, оказывается, сделать свою книгу. А что у вас вообще, вот, какие направления, там, книги, эти, графика? Ну, у нас есть студия для самых маленьких с трех лет, где мы обучаем основам разных техник, то есть это рисование красками, это аппликации, это лепка. А для детей постарше, с шести лет, мы уже начинаем подробно рассказывать про историю искусства, с одной стороны, и тоже уже знакомим мы с более сложными техниками. Например, они делают гипсовые рельефы, они делают анатомические скульптуры из пластилина скульптурного, они делают витражи, они пробуют рисовать тушью. То есть это уже такие техники, которые не освоишь, опять же, дома самостоятельно, с тем, что есть у тебя под рукой, а это то, чему должен обучать художник. И для самых старших ребят, для подростков, у нас есть студия графики. Это для тех, кто не любит фломастеры краски, а кто любит рисовать карандашом, ручкой, кто любит простую чистую линию, какие-то простые формы. И здесь у нас тоже художник график обучает, как сделать рисунок, который, в общем-то, в один свет, по сути. Как его сделать выразительным, как его сделать образным, как заложить туда какой-то смысл. Понятно. В общем, были бы идеи, а уж как их реализовать научите. Да, это все технологии, и она осваивается на практике. Круто. В общем, дальше бежим за фантазией. Спасибо вам. Спасибо вам.